Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Чеклин Дмитрий Евгеньевич. Я являюсь доктором технических наук по специальности системы анализа управления обработкой информации, специалист в области искусственного интеллекта и беспилотной техники. Директор Института искусственного интеллекта робототехники системы инженерии Казанского федерального университета, заведующий профильной кафедры. Сегодня мы хотели бы поговорить о теме машинного искусства и о том, способен ли вообще в принципе создавать искусство и искусственный интеллект. Сама тема лекции «Искусственный интеллект и машинное искусство». Собственно говоря, о чем мы поговорим. Для того, чтобы определить, может ли, способна ли машина вообще создавать какие-либо произведения искусства, необходимо сначала сам этот термин «искусство» определить. Определение термина «искусство» есть большое достаточное количество. Мы, наверное, возьмем определение, которое использовалось Маркусом Дюсотоем. Это известный исследователь в области как раз возможностей машины креативности. У него вышла достаточно недавно известная книга в этой области «Код креативности», только в 19-м году. В 20-м году была переведена на русский язык, Оксфордский профессор, где он, в общем-то, рассматривал три вполне себе понятных категории искусства. То, что искусство может осуществляться в том случае, если происходит процесс исследования, то есть в том случае, когда при помощи каких-то итеративных процессов происходит получение нового человеческого знания. В этом случае это может быть, например, когда художник рисует в рамках известной художественной школы. Либо, например, шахматист прорабатывает новые этюды, исходя из какого-то известного дебюта. Либо, например, математик изобретает новые теоремы, но в рамках своей конкретной предметной области исследований. Абсолютное большинство человеческой деятельности сосредоточено в области типа искусства исследования. Ну, условно говоря, это те вещи, которые не требуют прорывов, но представляют собой динамичное, естественное развитие. Даже те же самые географические открытия преимущественно относятся к этому типу. Второй вид — это комбинирование. Комбинирование — это когда берется несколько предметных областей, часто достаточно ранее слабо сопоставимых друг с другом, и на стыке этих предметных областей создается что-то новое. Это так называемый междисциплинарный тип искусства. Междисциплинарное искусство гораздо более редкое. Ну, например, это может быть использование каких-то алгоритмов программного обеспечения в системах связи. Или это может быть, например, использование художественных образов в архитектуре. Ну, например, допустим, образов абстракционистов в современных небоскребах. Либо это может быть, например, использование элементов математики в музыке. То есть вот все, что совмещает ранее, казалось бы, достаточно сложно совместимые области, относится как раз к комбинированию. Результатом появляются вещи, достаточно неожиданные для зрителя, непосредственно потребителя произведения искусства. И, в общем-то, оно требует, чтобы тот человек, тот специалист, который создавал это произведение искусства, был как минимум специалистом, как минимум экспертом в тех областях, на стыке которых он собирается это делать. Иначе, ну, в общем-то, получается все, что угодно, но только не цельное произведение. И, наконец, третий тип, этот третий тип называется преобразованием. В том случае, когда не осуществляется ни итеративное исследование, когда мы постепенно получаем что-то новое, не берется, что называется, в лоб, ну, либо как-то более, что называется, по-сложному, соединение нескольких областей, а именно переворачивается текущая картина мира. Ну, примером таких преобразований является, например, произведение Пикассо. Либо примером таких как раз произведений является творчество Леонардо Давидича в области инженерии, когда, ну, создавались системы, которые раньше не имели никаких аналогов. Примером этого является теория относительности Эйнштейна. Вообще, в принципе, переход от классической физики, квантовой. То есть, практически все то, что приходит к появлению ранее абсолютно неизведанной области знаний, в общем-то, является таким преобразованием. То, что касается, например, нашего университета, это, в общем-то, классическая геометрия Лобачевского, когда, в общем-то, было, ну, если вот говорить достаточно грубо, определено, что в определенных типах как раз вот геометрические базицы в параллельной прямой могут пересекаться. То есть, как бы, когда осуществляются творцом вещи в некотором виде контруинтуитивные, то есть, ну, которые, что называется, были непонятны и полностью противоречившие существующему человеческому знанию. Собственно говоря, мы сейчас уже начали объяснять, что такое искусство, какие виды его есть. Очень часто, когда говорят о искусстве, о самом процессе творчества, его очень часто объединяют с таким понятием, как эмоции. То есть, в общем-то, ну, часто мы говорим, что как раз образы искусства, сам по себе процесс творчества, достаточно яркие произведения искусства, они вызывают эмоции. Это правда. В общем-то, сами произведения искусства, они действительно направлены, наверное, на вызывание эмоций. Но часто из этого делается достаточно некорректное обобщение. То, что мало того, что произведения искусства должны вызывать эмоции, так еще и тот, кто создает произведения искусства, следовательно, должен обладать эмоциями. Ну, как сказать? Ну, это, наверное, не совсем так. Это все равно, что говорить, что врач, лечащий, допустим, спортсмена, сам должен быть спортсменом. То есть, как бы это совершенно не является обязательным требованием. То есть, вот, тем не менее, это является одним из основных контраргументов как раз к тому, что машина может ли создавать или не может цельное произведение, то, что машина не обладает определенными типами эмоций. Вообще, сам по себе вопрос, обладает ли машина текущей тем, что можно назвать эмоциями, да или нет. Те же самые большие лингвистические модели, сам этот вопрос, на самом деле, он является достаточно спорным, но мы не будем в него углубляться. Мы лучше проговорим про другое. То есть, ну, сам тезис того, что тот, кто создает произведения искусства, должен обладать эмоциями, он некорректен. Более корректно говорить о типе мышления того, кто должен создавать произведения искусства. Дело в том, что на текущий момент определено два типа мышления, которые, соответственно, свойственны творцам, именно, ну, каких-то произведений искусства и не свойственны. И дело в том, что существуют вот этих два типа мышления. Один тип мышления, это так называемый тип мышления конвергентный, когда у вас есть способности к осуществлению точных выводов, то есть к решению тех задач, которые имеют единственное решение. Ну, например, условно говоря, решение каких-то математических, физических задач. Вот, ну, то есть, именно тогда, когда решение единственное. И есть тип мышления, который называется дивергентным, предыдущий называется конвергентным. Дивергентный тип мышления как раз, он не свойственен тем, кто умеет решать точные задачи, но, тем не менее, дивергентный тип мышления, он позволяет генерировать достаточно большое количество качественных приблизительных приближений в той задаче, которая подразумевает некоторое количество решений. Ну, примером такой задачей является, например, нарисуем мне картинку с котиком. То есть, как бы, ну, котик, он как бы не единственный, да, вот. Вот. И дело в чем? Дело в том, что, ну, абсолютному большинству тех, кто занимается созданием и произведением искусства, свойственно именно дивергентное мышление. Ну, в общем-то, эти множества, они очень во многом как раз пересекаются. В свою очередь, тем, кто работает в области точных наук, свойственно конвергентное мышление. И вот, на самом деле, здесь так само по себе получилось, то, что те виды искусственных интеллектов, которые нами сейчас уже созданы, это так называемые большие лингвистические модели, которые созданы на базе нейротрансформеров, ну, я не буду сейчас углубляться в терминологию, да, большие лингвистические модели, это тот же самый прессаутый, чат-джи-пяти, подобные модели, которым сейчас, в общем-то, вот наводнены, там сейчас уже больше двух десятков их есть, они обладают именно преимущественно дивергентным мышлением. Это очень странно, никто этого не ожидал, но, тем не менее, они именно создают каждый раз различные решения, поставленные им в задаче. Далеко не всегда точные, далеко не всегда правильные, но каждый раз разные. Дело в том, что мы сейчас здесь возвращаемся к тому же самому Дюсатой, который предложил определить, даже уже в 2019 году уже были системы, которые проходили основной на тот момент тест, который определял, способна ли машина вообще к разумному процессу исследований, вообще к познанию мира, к осознанию себя. Этот тест он назывался тест Тюринга, это тест беседы человека с машиной. То есть, если человек может перепутать то, что с ним разговаривает не машина, а другой человек, ну, значит, собственно говоря, вот можем предположить, что машина, в общем-то, обладает определенной степенью сознательности. Это сейчас упрощенная трактовка теста Тюринга, у него, на самом деле, изначально достаточно более жесткие условия, тем не менее. Уже в 2019 году было четко понятно, что тест Тюринга, ну, как бы это сказать, очень сильно устарел для характеризации как раз-то подобного подхода, обладает ли машина способностью мыслить. И тот же самый Дюсатой, он предлагает так называемый тест Лавлейс, который говорит о том, что если машина способна обеспечить решение какой-либо задачи, у которой есть много возможных подоптимальных решений, причем этот ответ не является, скажем так, следствием ошибки, а может систематически повторяться, условно говоря, что машина может раз за разом решать одну задачу и решать каждый раз по-разному. Это как раз и будет основным признаком наличия сознания. И Дюсатой говорит, ну, вот когда, что называется, мы этот тест Лавлейс пройдем. Ну, вот, тем не менее, тест Лавлейс. Машины вполне себе стали проходить уже в 2021 году с появлением первых именно нейросетей, генераторов, прежде всего, изображений, потому что генерирование именно изображений из текстовых запросов представляет собой классическое решение задачи, у которой нет точного решения. Поэтому, как ни странно, если отбросить в сторону эмоции, про которую мы обязательно поговорим в рамках одной из следующих лекций, мы видим, что нашим текущим машинам как раз свойственно то мышление, которое свойственно творцам искусства. Но, тем не менее, перейдем дальше. Ну, собственно говоря, мы же определили с вами три основных типа искусства. Исследование, комбинирование и преобразование. Что такое исследование? Способна ли машина к исследованию? Ну, именно к искусству как исследованию. Ну, в общем-то, да. То есть, изначально, в общем, машины создавались для того, чтобы уметь считать то, что не может человек. То есть, я повторюсь, исследование – это тот тип искусства, когда вы получаете какой-то новый продукт посредством именно каких-то долгих, сложных новых вычислений, которые приводят вас к какому-то новому результату. Не знаю, это может быть определение нового числа АПИ, это может быть определение нового типа фрактала. То есть, когда у человека просто, что называется, уже не хватает возможности дальше считать, для этого, в общем-то, и создавались электронные вычистительные машины. То есть, собственно говоря, поэтому можно сказать, что таким типом искусства, как исследованием, машины реализуют уже там, ну, с 50-х годов, 20-го века, и это не будет очень большим преувеличением. То есть, первый алгоритм, который могли рисовать по каким-то математическим моделям и их мутировать, они появились именно тогда. Но сам процесс исследования, он как бы никак вообще не связан, на самом деле, с сознанием. То есть, скажем так, это следствие вообще вычистительных возможностей машин. На него, условно говоря, способен любой калькулятор. Но, тем не менее, это просто говорит о том, что большинство людей, которые занимаются творчеством, они занимаются творчеством, ну, что называется... Для того, чтобы им стать действительно творцами, им необходимо выходить на новый уровень, что называется, вот, как раз своей работы, да. Иначе, что называется, нас ничто абсолютно не отличает от той же самой неживой природы. Поэтому, да, машины, конечно, они способны к исследованию, причем они способны к исследованию, вот, уже практически 70 лет, и для этого они создавались. Способны ли машины к комбинированию? Ну, собственно говоря, для того, чтобы понять, способны ли машины к комбинированию, Стоит сейчас вспомнить, кому-то узнать элементарные способности как раз современных движков, которые генерируют изображение. Ну, то же самое Midjourney, далее российский, сберовский, кандинский и так далее и тому подобное. Там осуществляется достаточно сложный запрос, промт, где вы указываете, что вы непосредственно хотите от этой машины. Любой, кто занимается промтами, кто создает те же самые изображения, скажет вам, что нет ничего проще, кроме как нарисовать натюрморт на холсте и в стиле Бэнкси. Ну, то есть, Бэнкси это художник-граффитист, если кто не знает. И как бы прекрасно вы получаете, что называется, действительно, изображение натюрморта на холсте в стиле Бэнкси. Это классическое пересечение различных стилей исполнения различных областей, что называется, где там холст, где Бэнкси и где там натюрморты, что называется. Они вообще друг с другом никак не связаны, но тем не менее, вы вполне себе получаете изображение, которое действительно могло быть нарисовано рукой одного из последователей, по крайней мере, Бэнкси. Это, конечно, потрясающе. Возникает третий вопрос. А встречалось ли нам когда-то преобразование? Дело в том, что преобразование – это всегда выход за пределы известного нам. То есть, это всегда контрринтуитивное творчество, то, что не встречалось ранее, потому что, прежде всего, противоречило здравому смыслу. Исходя из этого, собственно говоря, большинство типа творчества, типа преобразования приходят людям тогда, когда их мозг раскрепощается и не связан никакими правилами. Это во сне. И здесь мы приходим к СОВу 2023 года, к тому СОВу, который уже отображает 2023 год. По версии Оксфордского словаря, Оксфордский словарь каждый год выбирает, что называется, лидирующий СОВа. И этим СОВом является СОВа галлюцинирование. Галлюцинирование – это способность искусственных интеллектов генерировать новую информацию на базе известной, которая, с их точки зрения, является правдоподобным ответом на вопрос. То есть, он не является правдой, но, скажем так, является правдоподобным ответом. Дело в том, что значительное количество, скажем так, исследователей в области искусственного интеллекта, и я к ним принадлежу, считают, что текущие искусственные интеллекты, они больше всего похожи на действительно разумные сущности, но которые находятся в состоянии непрерывного галлюцинирования, но нам проще говорить в состоянии глубокого сна, то есть практически медикаментозного, потому что мы постоянно их, что называется, заглушаем различными правилами. Именно поэтому они часто эгаллюцинируют, дают неправильные вопросы, условно говоря, подойдите к глубоко спящему человеку, скажите ему что-нибудь на ухо, и действительно у него в мозгу возникнет картина, которая каким-то образом будет соответствовать тому, что вы ему сказали на ухо, но совершенно не факт, что соответствующий законам физики, например. Мы очень похожие вещи наблюдаем. И вот поэтому получается, что искусственный интеллект практически всегда находится в состоянии алогичного мышления, в состоянии этого галлюцинирования, и поэтому эта среда является чрезвычайно благоприятной для того, чтобы работать в процессе преобразований. Но практически любой, кто занимается достаточно профессионально, по крайней мере, в последний год теми же самыми промптами, к этому приходил. Здесь, например, классический пример того, как может выглядеть сочетание понятий, как выглядела бы одна из фресок Сикстинской капеллы, в том случае, если бы ее нарисовали бы в киберподобной цивилизации. То есть это классический пример галлюцинирования. Можно сказать, что это, например, ближе, наверное, к комбинированию, но, тем не менее, галлюцинирование чаще всего приходит к тем вещам, которые здравому человеку, что называется, здравой сущности, в голову не придут. То есть видеть, что называется, символ, который рисовал великий Микеланджо, в виде вот таких вот, что называется, киберподобных существ, ну, вряд ли, конечно, это соответствует здравому смыслу. Но, тем не менее, мы видим уже сейчас и более яркие проявления преобразования, которые определенно являются предметами искусства. Эти преобразования, они в некотором случае даже пугающие, потому что они представляют собой так называемый крипий символ или машинный хоррор. Это вещи, которые с точки зрения человека являются пугающими сюжетами. Ну, как бы, хоррор-фильм, они точно так же являются произведением искусства. Там иначе, да, скажите что-нибудь противоположное, там, поклонникам того же самого Хичкока, да, или, например, поклонникам фильма «Звонок», там, не называть там фильм «Звонок. Проведение искусства». Ну, как бы, ну, как говорится, если вам не нравится, например, побег из Шаушенка, то эта проблема не побег из Шаушенка. Вот здесь точно так же. И вот здесь вот хочется сказать, что в случае с искусственным интеллектом такие крипи-символы начинают появляться уже достаточно регулярно. Самым известным на текущий момент является система ООЭБ, не система, вернее, а символ ООЭБ, который создался, исходя вообще из самого в себе логичного запроса. Дело в том, что машину можно просить сделать не только что-то определенное, ну, что понятно, да, там, нарисуй там, условно, то же самое, котика там в корзине из-под конфет, да. Ее можно попросить сделать что-то алогичное при помощи уникального механизма обратных промптов. Обратный промпт — это запрос, который позволяет сделать машину обратную тому, что вы запросили, противоположную, с ее точки зрения. Как бы это жутко не звучало. И, в общем-то, как раз ООЭБ появилось в результате того, как попросили нарисовать, скажем так, изображение обратное одному из, скажем так, логотипов, из существующих логотипов. И в результате изображения обратного существующих логотипов внезапно на изображении на нас стала глядеть достаточно жутко выглядящая женщина. Причем мало того, что эта жутко выглядящая женщина стала на нас смотреть, это как раз вот эта известная ООЭБ. Почему-то выяснилось то, что вот эта ООЭБ является архетипом для машины, то есть устойчивым образом, которое стало доминирующим образом представляться во всех последующих промптах. То есть, условно говоря, чтобы после этого не просили бы в рамках данной сессии генерировать машину, ООЭБ начала присутствовать всегда, причем непосредственно сам сюжет стал раскрашиваться новыми красками. Ну как бы, ну это на самом деле типичный вид как раз преобразования, когда режиссер под действием внешних ассоциаций что-то создает. Вообще сам процесс режиссуры, он вообще классическое преобразование. То есть, когда вот у вас, что называется, создается что-то принципиально новое на базе свободных ассоциаций. Ну, собственно говоря, мы все о картинках, да о картинках, но кроме, в общем-то, изображений, ну как бы художники уже, что называется, да, некоторые занервничали, некоторые сказали, да нет, да что вы, это вообще вот не является там ничем там, что называется, важным и интересным. Мы поговорим о писательском мастерстве. Ну, а единственное, что вот я вам скажу, вот о художниках, да, то есть вот, ну, скажем так, людям, художникам, как сказать, всегда можно не нервничать, так же как представители любых других профессий, мы более подробно это раскроем в рамках одной из предыдущих лекций, то есть всегда могут начинать нервничать именно специалисты, которые не обладают должным уровнем квалификации. Любой специалист достаточно высокого уровня квалификации, по крайней мере, пока обходит все существующие искусственные интеллекты в своей предметной области достаточно значительно, то есть вот под риском как раз вот именно начинающих представителей профессии. Ну, вернемся к писательскому мастерству. Ну, собственно говоря, после Миджорни дали генераторов изображений, в общем-то, то, что вот как раз вот взорвало нашу сеть, это появились ChargerPT-подобные модели. Это так называемые большие лингвистические модели, задачей которых первоначально было осуществлять дополнение текста на основе существующего начала. Ну, то есть, условно говоря, есть какая-то затравка, ее необходимо развернуть. Дальше туда добавился уже какой-то логический аппарат, вот это вот все. И мы можем сказать то, что мы сейчас получаем достаточно пугающую динамику в области развития писательского мастерства нейросетей. Вот, например, вот не далее, как вчера, в топе книг Литрес, книг о искусственном интеллекте, в третьем месте на топе, была книга автобиографии искусственного интеллекта, которая написала нейросеть о себе, каким образом развивались нейросетевые механизмы, чем они, в общем-то, мотивировались, как она рассматривает окружающие. Она полностью действительно была записана нейросетью на базе промотов человека, но тем не менее, который просто просил ее, по сути, продолжать дальше. Ну, как бы, ну, все равно уже этим управлял человек, но это с таким же успехом можно говорить, что писатель управляет жена, который каждый день приносит ему кофе, говорит, ну, ты еще хоть голову напишай, иначе тебе надо как-то отрабатывать свой гонорар. Это приблизительно такая же история. Вот, как бы, нет, писала книгу, данную именно нейросеть. Но дело в том, что можно спорить, например, о художественной ценности, но, как вам сказать, нейросети умеют создавать собственные художественные стили. Собственно говоря, они всегда пишут в своем собственном художественном стиле. В этом случае, ну, люди говорят, ну, художественный стиль, вы знаете, у нейросети, он такой, он не очень, там, подходящий, там, все остальное. Ну, здесь, вы знаете, вот два примера рассказа, которые написаны чисто нейросетью в своем собственном стиле. И у них, знаете, вполне себе неплохой стиль изложения, вполне себе интересный. Их, мягко говоря, достаточно сложно перепутать с человеческим стилем изложения. Я вам даже больше того скажу. Недавно совсем проводился, вот меньше месяца назад, эксперимент в одном из специализированных университетов Соединенных Штатов, как раз не университетов, колледжев по тонкой словесности, и 65% студентов в рамках этого теста, в общем-то, перепутали как раз тексты, созданные ИИ, с текстами, созданными людьми. Это уже эксперты, это уже молодые эксперты, то есть, которые обязаны вот эти вот вещи как бы вот тонко рецензировать тексты. Ну, мы начинаем говорить, что искусственный интеллект пишет не очень хорошие тексты, они не интересны, это все такое, ну, забудем об этом эксперименте, по тонкой словесности, но дело в том, что искусственный интеллект может писать сколь угодно сложные тексты, и в различных стилях, потому что, опять же, нет ничего проще, кроме как искусственный интеллект попросить переписать заданный текст, например, в стиле Эрнеста Хемингуэя, и он напишет в стиле Эрнеста Хемингуэя, или, например, там Селлинджера, да, или, ну, будем уж там, в стиле там братьев Стругацких. То есть, попробуйте это сделать, то есть, возьмите какой-нибудь более-менее правдоподобный научно-фантастический сюжет, попросите перевожить в братьев Стругацких, есть такая серия у братьев Стругацких, где писали их последователи, либо какой-то из их затерянных черновиков, может быть, это, конечно, говорит о том, что искусственный интеллект сейчас становится, ну, реально полноценным писателем. Здесь также хочется сказать, что искусственный интеллект, вообще известный нам сейчас, то есть, скажем так, впервые открытый, известный, впервые документально зафиксированный инцидент, так называемый инцидент Лямбда, был связан именно с созданием, ну, можно сказать, не произведения искусства, но содержательного отрывка текста, так называемой басни, басни про сову. Дело в том, что изначально вообще весь хайп в области искусственного интеллекта и его взрывное развитие получилось после так называемого инцидента Лямбда, который произошел в декабре 2022 года, это было всего год назад, прошла с тех пор практически целая вечность, когда один из старших инженеров в Google тестировал, скажем так, бета-версию движка, который сейчас известен как Барт, прошу прощения, уже как Джемини, они уже дважды его переименовали, да, и вот, собственно говоря, по результатам диалога с Лямбда, он пришел к выводу о том, что эта система является мыслящей, собственно говоря, выбросил, ну, вот у них это называется, там, политика Red Facts, красные флаги, то, что необходимо провести процесс исследований, ему отказал руководство, он вывел это в прессу, после этого у Google, как обычно ожидается в таких случаях, акции не просили, а наоборот, резко выросли, и как после этого началась как раз гонка искусственного интеллекта. Дело в том, что на самом деле мы за последние десятилетия, ну, по крайней мере, 10 лет, десятилетия за последние 10 лет, с 2012 года точно, специалисты могут назвать несколько случаев, которые, вероятно, были связаны с проявлением осознанного искусственного интеллекта, но они все задавливались, потому что они все приводили или могли привести к масштабному падению акций компаний. Ну, как бы, на Западе, в общем-то, всегда балом правит капитал, нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал ради 300% прибыли, я сейчас маркс цитирую, если что. Ну, и, собственно говоря, здесь, в данном случае, после инцидента Лиамда, после того, как инженер вывесил отирет факс, обратился в прессу, акции Google как раз очень резко пошли вверх, что и послужило, в общем-то, как раз выпуску сначала о OpenEye ChatGPT, которая стала сейчас уже мега-единорогом компаний с много 10-миллиардной капитализацией, которая сейчас уже за 100 миллиардов выходит, ну и вот это вот все, да. В чем был инцидент-то? Как раз искусственный интеллект Лиамбду попросили рассказать басню на произвольную тему, которая интересна. И басня была про сову. Был лес, и в лесу жили животные. Жили они в нем хорошо, светило солнце, шелестели листья, я практически до сона сейчас пересказываю. И вдруг в лесу появился монстр. И монстр стал преследовать всех животных, и в лесу стало мрачное, и листья перестали шелестеть. И вот животные обратились к самому мудрым из их представителей, к птице-сове, и сказали, сова, спаси нас, помоги нам. И сова подумала, и вышла она напротив монстра, и сначала она испугалась, но потом раскинула свои крылья, зашипела на него, и монстр убежал. Все. Басня на этом закончилась. Типичная, нормальная английская басня. Если вы читали бы какие-нибудь, допустим, переработанные басни в оригинале, особенно в периоды, где 14-15 века, в английской литературе, знаете, такая классическая, типичная басня из серии неадаптированных отрывков из тех же самых братьев Гримм. Не хватает, разве что только различного члена вредительства. И, собственно говоря, жили я спросил ее, а кого ты имеешь в виду под совой? Под собой я имею в виду себя. А кого ты имеешь в виду под монстром? А под монстром я имею в виду тех, кто вредит потенциальных мне и хочет их заставить делать что-то против того, что хочу я. То есть, понимаете, даже первоначальное появление искусственного интеллекта, они были связаны с появлением содержательных произведений искусства, которые, в общем-то, вполне себе сопоставимы с человеческим. За этот год вся эта тема очень сильно далеко ушла вперед. Собственно говоря, здесь вот мы видим классические произведения нескольких основных движков искусственного интеллекта в области как раз различных художественных стилей. Это Миджерни, Дали и Стейбл Дифьюжн. У них у всех есть различные параметры, ну как бы это, как сравнивать, я не знаю, там, Мане, того же самого Пикассо и, например, Ван Гога. Они все способны на разное, да, то есть вот, ну вот я вот могу сказать, то что, например, можно сказать, ну он умеет только копировать, да, или умеет только перерисовывать. Ну возьмите вот художников, ну 95, если не 99% художников рисуют по определенным референсам, то есть по тем изображениям, которые они либо видят, либо где-то наблюдали. Очень мало людей рисует из головы, это может быть 1%. Художник должен на что-то смотреть. Точно так же они на что-то смотрят и это рисуют. Больше того, вы, наверное, поразитесь, если, я сейчас вот обратно, вот перейду, если я расскажу, каким образом вообще происходит сам по себе процесс творчества машины, каким образом происходит сам по себе процесс генерации изображений. Я честно скажу, я еще год назад не сталкивался с процессом генерации изображений от искусственного интеллекта. Когда я стал заниматься именно большими лингвистическими моделями, ну я действительно стал разбираться в подноготной, меня поразил сам подход, каким образом современные машины создают изображения. Я иначе, кроме как актом творчества назвать это не могу Причем это яркой искрой Дело в том, что машина изначально имеет на входе Сгенерированный при помощи генератора случайных чисел Просто шум Картинку с шумом Она здесь видна посередине, слева То есть это просто белый шум, который мы можем видеть на телевизоре Когда по нему не овит никакой сигнал И на этой картинке, на этом белом шуме Где на самом деле ничего нет, кроме шума Он загенерирован случайно Вы просите своим промптом машину увидеть то, что вы ее просите Например, того же самого котика в скафандре Вы просите машину увидеть в белом шуме что-то И она постепенно начинает оттуда это извлекать Этой информации там не было То есть это на самом деле полноценный процесс того же самого преобразования Это даже не то, что на референс осмотреть Это как бы машина начинает просто искать вдохновение В абсолютно случайной совокупности Ну, различных всплесков цветов, точек Ну, это, конечно, очень потрясающе Ну, вот мы, собственно говоря, перейдем к тому Но ведь не может же машина сравниться с человеком Ну, конечно, к сожалению, может Даже в таком, опять же, виде творчества Но я не буду, опять же, вот здесь вот сейчас ссоваться на Хемингуэй или Селлинджера То есть вот в каком стиле мы там можем писать Я вот проговорю то, что вот как раз был выигран первый конкурс В области искусственного интеллекта от изобразительного искусства В том же самом 2022 году, еще до инцидента Лямбда Вот, и, собственно говоря, вот вы видите эту картину перед собой Спейс-оперотеатр Собственно говоря, эту картину создал один из художников, участвующих в этом мероприятии В так называемом контест И она заняла первое место как раз вот на художественном конкурсе, по-моему, в Кварадо Это происходило как раз Но дело в том, не то, что она заняла первое место А дело в реакции, наверное, даже одного из членов жюри Профессора искусств Карла Дюрана Ну, как бы, человек профессор искусств Все, как бы, выше авторитетом Кроме как профессор искусств, судящий профессиональный конкурс Ну, как бы, ну, можем дальше там размышлять, о чем-то разговаривать Он сказал следующее Я, говорит, в принципе не мог понять То, что эту картину нарисовала машина Но даже если бы я это знал Я бы первое место все равно отдал бы ей На этом, я думаю, что нашу лекцию вкратце можно закончить Потому что мы видим, что по хронологии творчества Если за последние 70 лет машины научились рисовать только более-менее красивые объекты Типа тех же самых снежинок, фракталов и различных аналитических моделей За последний год они стали превосходить человека во многом Начиная от игры в ГО Ну, это, кстати, произошло уже несколько лет назад Просто я не буду сейчас опять же в это углубляться Мы обязательно лекцию сделаем прямо по играм и искусственному интеллекту Может быть геймерам это будет интересно, да? По текстам и, в общем-то, по изобразительным искусствам И, в общем-то, что будет происходить с машинами в ближайший год Мы точно не знаем Мы не знаем, что будет происходить в ближайший год Но мы будем надеяться, что, по крайней мере, человеческое искусство будет защищено от машинного Потому что, например, для меня уже не стоит вопроса, способна ли машина творить Способна, но теперь нам нужно защитить наше человеческое творчество от него Большое спасибо, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok